я приветствую вас и очередное видео оно для тех людей которые часто спрашивают задают вопрос вот ты говоришь о том что специи и нутрицептики они в онкологии используются ну и как-то это попахивает там народной медициной вообще это изучено не изучено в общем то нет такого доверия нутрицептики фитопрепаратов онкологии это какая-то ахинея но вот поэтому сегодняшний виде как раз про молекулярно-биологические механизмы которые лежат в основе противоопухолевого действия нутрицептиков и фитопрепаратов как раз я буду говорить о двух механизмов механизм которые говорят о том что за таким примут прямым утверждением да и по и простым то что ну как-то специи влияют на противоопухолевую защиту и другие нутрицептика вот за этим стоит много научных исследований и конкретные механизмы действия также для тех кто досмотрит в конце я оставлю свои контакты для чего для того чтобы проверить те нутрицептики и фитопрепараты которые вы ну скорее всего да вы используете регулярно для решения каких-то своих задач я связался с производителем не с производителем а с лаборатории которая оценивает качество нутрицептиков и фитопрепаратов этой химики которые могут ответить вот этот производитель он действительно кладет заявленное количество веществ свою продукцию или это не так и вот в конце я оставляю свою конце этого видео будет ссылка в ватсапе где вы можете написать я посмотрю по базе данных если вот этот нутрицептик который вы используете в этой в этом списке качественных производителей и так существует два таких важных механизмов влияния на апоптос и окислительные фосфорилирование не обращайте внимание то что это немного сложные для восприятия скажем так определение сейчас будет все гораздо более понятно вот на допустим апоптос это программируемая смерть клетки то есть так таким образом она уходит но и жизни до освобождает место и почему это важно для онкологии потому что на самом деле опухолевый процесс это баланс между дели делящимися клетками и умирающими то есть апоптос он и в норме до происходит и какие же примеры апоптоза как его можно да про иллюстрировать очень просто тут есть несколько механизмов вот отторжение клеток эндометрия измесячно во время менструального цикла благодаря апоптозу идет отторжение этих клеток до для того чтобы следующий месячный цикл снова эндометрий смог заново образоваться второй механизм эмбриогенез когда идет закладка органов то есть какие-то из них там ну должны уйти чтобы сформировать какую-то структуру и благодаря апоптозу идет закладка органов при вирусных заболеваниях есть такие тельца каунсильмена специфические есть также апоптоз при отторжении трансплантата и апоптоз это один из главных механизмов благодаря которому клетки опухоли погибает при лучевой терапии то есть сейчас я проиллюстрирую те нутрицептики которые доказано влияют и запускает апоптоз то есть по сути дела вот эти все нутрицептики действует также как лучевая терапия по механизму но с тем различим то что это не сильное воздействие такое как у радиотерапии когда идет из ионизирующие излучение и погибают клетки из-за апоптоза это слабые воздействия но посмотрите сколько нутрицептиков которые обладают возможностью запускать апоптоз и амела экстракт зеленого чая кверцитин куркумин битулин это огромный список я даже не буду все перечислять но это огромное и представьте чтобы вот такими слабыми воздействиями но постоянными причем и в разных дозировках в разных способах поступления то есть это и перорально можно быть и также амела и есть подкожные инъекции вот этими разными способами мы можем стимулировать апоптоз то есть вот эту клеточную гибель это очень важно я остановлюсь вот из этого большого списка только на амеля потому что если говорить о каждом то это займет очень много времени итак амела белая это кустарник кустарник паразит который появляется на деревьях распространен в европе в россии то есть это не является какой-то редкостью и это растение уже входит в стандарты лечения рака ну и в интегративной онкологии он является стандартным но и это не все дело в том что амела белая как бы выродилась в целое направление амела терапии то есть настолько много положительных хороших эффектов то что есть целое направление амела терапии вот немецкий сайт потому что германия швейцария франция это те страны до в которых уже амела терапии на потоке и хотел бы обратить внимание то что здесь не просто какие-то научные отдельные статьи а мета анализы вот чем отличается мета анализ от обычной статьи мета анализ сделан на основе множество отдельных статей он является как бы им интегрирующим до из такой статей на основе более мелких и качество мета анализов как правило выше потому что в мета анализе много 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 статей одна статья это лишь какое-то отдельное маленькое исследование поэтому в отношении амела терапии есть мета анализа это очень высокодоказательный факт в пользу амела терапии следующий механизм активации митохондрий запуск окислительного фосфорилирования это связано с биологией опухолевого роста потому что вот в отличие от нормальных клеток у которых от основа это окислительное фосфорилирование у злокачественных клеток преобладает аэробный гликолиз эта информация отнюдь не новая то есть эта информация уже примерно ну не ошибиться бы но порядка 80 лет называется это эффект варбурга и вот это отличительная особенность раковых клеток то есть увеличенные по сравнению с нормальными клетками темпы гликолиза позволяет и определять местоположение раковой опухоли в теле при помощи позитронно-эмиссионной томографии собственно говоря то что опухолевые клетки потребляют глюкоза да то есть глюкоза является средой в которой опухолевые клетки более лучше пролифилирует и наращивает свой пол это же самой информации касается и метастазирования действительно метастазы накапливают глюкозу и благодаря этому позитронно-эмиссионной томографии мы можем просто определить эти участки то есть вполне себе доказанный факт и теперь посмотрим на какие препараты с доказанной эффективностью могут воздействовать и запускать окислительное фосфорилирование это прежде всего липоевая кислота причем интересно что есть и формы для внутривенного ведения есть и формы в небу лазерах также есть фармакологические особенности то что в природе право вращающая форма наиболее распространена r-форма да то есть r это право вращающая это такая хиральность это особенность молекул в принципе ну для тех кто интересуется можно посмотреть дальше эту информацию но это важно для покупателя если вы покупаете там написано что это r-форма право вращающие то она будет действовать гораздо лучше чем с форма следующее это тиамин и бенфотиамин то есть бенфотиамин жирорастворимый более доступен чем водорастворимый тиамин ну по идее надо принимать тиамин вместе бенфотиамина так они будут и водорастворимые и жирорастворимые из растений купена двухцветковая но и это не все это только вот самое начало тех нутрицептиков которые запускают окислительное фосфорилирование то есть ну так чтобы еще раз объяснить и зафиксировать опухолевые клетки если мы на них запускаем окислительное фосфорилирование соответственно для них это невыносимая ситуация потому что они привыкли к ликолиз и вот еще в довесок огромный список этих нутрицептиков которые запускают окислительное фосфорилирование что помогает в лечении опухолевых заболеваний посмотрите опять какое количество этих веществ это изученные список изучены инвитро клиническое испытание все для этого списка есть хотя и это более мелкие воздействия не такие выражены как химиотерапия лучевая терапия но в долгосрочной перспективе когда мы считаем выживаемость пятилетний или десятилетний то что для рака молочной железы сейчас принят стандарт оценки десятилетней выживаемости вот это и за эти 10 лет если принимать такие нутрицептики это огромный вклад в том чтобы предотвратить метастазирование не дать развиваться как бы про опухолевым влиянием и также из этого списка остановлюсь на дихлороцитате я не думаю что информации много до по этому препарату и так дихлороцитат уже изучается медицине более 45 лет это огромный срок до огромное количество клинических испытаний что это за молекула это структурный аналог пировиноградной кислоты а биологическая активность напрямую связана с активацией пироват дегидрогеназного комплекса то есть это вещество является метаболическим цитопротектором то есть на метаболическом уровне он это вещество защищает клетку но это в общих чертах не вдаваясь какие-то дебри мекулярной биологии для понимания также пропустил важный слайд по поводу сейчас секунду по поводу окислительного фосфорилирования и лучевой терапии я обучался по лучевой терапии обучался мрт и во время проведения лучевой терапии очень часто дают вот эту гипербарическую оксигенацию то есть ну дают кислород для чего потому что во время лучевой терапии если мы даем кислород то запускаем окислительное фосфорилирование даем кислород на опухолевые клетки и от этого опухолевые клеткам становится хуже они входят в апоптос и таким образом кислород обладает противоопухолевым действием почему я вот особенно акцентирую это потому что это факт практический действительно в многих центрах лучевой терапии есть аппаратура для того чтобы давать во время ну перед облучением дается кислород и это практика это реальная практика о том что вот эта гипербарическая оксигенация действительно повышает чувствительность опухоли сенситизация до их к лучевой терапии есть как рануский обзор а вот как рануский обзор это получается как золотой стандарт в доказательной медицине уже выше него прыгнуть достаточно сложно то есть вот это доказанный факт о том что окислительное фосфорилирование в онкологии играет ну одну из ключевых ключевую роль сейчас вернемся дихлороцитат и вот список показаний до при которых дихлороцитат действительно зарекомендовал себя посмотрите сколько разновидностей опухоли из них особо отмечу то что опухоли кровиторной системы занимают именно для хлороцитата особое место если мы посмотрим да не хочет скай лимфом лекемии 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 и так далее то есть он имеет особую тропность особое сродство с опухолями именно кровиторной системы ну конечно для других тоже теперь обещанный вот мой контакт для того чтобы проверить качество нутрицептиков потому что есть лабораторий который отбирает разных производителей смотрят их составы и когда вы будете следующий раз заказывать себе продукцию вы будете точно знать вот я покупаю то что действительно никто не обманывает там заявленное количество нутрицептика она действительно эффективно и вы что самое главное не будете просто так вот перебирать до разных производителей покупать пробовать эффективно неэффективно помогает мне не помогает теперь вот эта проблема совершенно решена просто напишите я смотрю в списке бесплатно вам высылаю информацию и вы сможете уже не тратить свои деньги просто так также веду я очный прием клиника доктор натуропата в петербурге в самом центре города в историческом прекрасное здание возможности для приема вот так же контакты для записи вот телефон клиники пожалуйста кому нужно обращайте звоните пишите я думаю что интересное было это видео также не забывайте оставлять отзывы оставлять комментарии и всего хорошего